Открытая студия Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о предстоящем празднике Севера. Мы готовы пообщаться здесь, в прямом эфире, со всеми, кто нас смотрит и слушает, а также ответить на ваши вопросы. Напомню, наши координаты 99 45 45, телефон прямого эфира, если вы в Мурманске. И не забудьте код города, если вы в других городах региона, набирайте 8 815 2. Также принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 7 921 708 20 06. Итак, сегодня мы говорим о празднике Севера и празднике Севера учащихся. Совсем скоро он начнется, этот масштабный фестиваль спорта. Сколько ожидается гостей, сколько ожидается спортсменов, Светлана Ивановна? Статистику по участникам праздника Севера мы подводим уже по завершению всех мероприятий, но предварительно мы ожидаем до 7000 участников всех соревнований праздника Севера и праздника Севера учащихся. Как иностранцу или жителю другого региона, например, Хабаровска, Якутия, объяснить, что такое праздник Севера? Все, кто живут в Мурманской области и недалеко от нас, все знают, впитали, можно сказать, с молоком матери, что это такое, что это огромный фестиваль спорта, который проводится по весне. Есть ли какое-то обозначение, быть может слоган, как если вспомнить Олимпиаду в Сочи, жаркие зимние твои, можно ли как-то так и характеризовать праздник Севера? Ну, хочу сказать, что за 85 лет праздник Севера уже узнаваем не только у нас в стране, но и далеко за рубежом. Ну, например, наши коллеги с Баринс региона, с Норвегии, Финляндии, Швеции, они давно знают праздники Севера и с удовольствием принимают участие в нем. Ну и, соответственно, все, кто там живет или кто является гостями этих стран, они являются и участниками наших мероприятий. Например, Ложня Дружбы проводится каждый год, и в этом году, вернее, была отменена Ложня Дружбы. Но, тем не менее, вот предыдущие у нас участниками Ложня Дружбы были жители Соединенных Штатов Америки, Австралии, многие-многие другие, Германии, те, которые не являются норвежцами, финнами или шведами. Поэтому праздник Севера узнаваем. Что касается самого яркого мероприятия, марафона праздника Севера, то на сегодняшний день у нас есть представители из 12 стран, которые уже зарегистрировались и будут участвовать в марафонской гонке 30 и 31 марта. А в какие даты вообще будет проводиться праздник Севера, наша Полярная Олимпиада? Ну, первые мероприятия праздника Севера уже прошли, открывался праздник Севера мероприятиями зимнего волейбола. Это надо сказать, что первое мероприятие, которое мы попробовали как экспериментальную площадку, надо сказать, что перед нами как организаторами всегда стоит задача чем-то удивить и попробовать какой-то новый вид спорта в рамках праздника Севера. Традиционно это виды спорта, как правило, зимние, базовые для субъекта, но тем не менее площадку праздника Севера используют многие виды спорта для того, чтобы стартовать и начать развиваться с новым импульсом у нас в Мурманской области. Вот когда-то, несколько лет назад, мы дали старт не виду спорта, но физической активности, скандинавской ходьбе. Сейчас уже никого не надо убеждать, что это за вид такой. Кстати, в Министерство спорта скандинавская ходьба не признана как отдельный вид спорта, но это как подвид туризма. То есть они сейчас проводят вполне официальные спортивные соревнования со своими результатами, со своими дистанциями, с требованиями как к дисциплине туризма. А когда-то они начинали свой первый старт в празднике Севера. Я надеюсь, что зимний волейбол тоже полюбится нашим спортсменам. В этом году приняло участие 8 команд. Мурманск, Апатиты, Мончегорск. Надеюсь, что на следующий год мы уже заявимся на более серьезные мероприятия. Нам надо было, конечно, как организаторам попробовать и нам, как организаторам, и самим спортсменам. Что же это такое? Все-таки зальный вид спорта, и все привыкли в тепле и в понятных условиях соревноваться. А здесь погодные условия. Наш ответ пляжному волейболу. Да, наш ответ. Хотя хочу сказать, что зимний волейбол уже признан Международной Федерацией волейбола. Это значит, что пройдет, может быть, не столько много времени, и этот вид могут включить в Олимпийские игры. Как правило, так и бывает, когда вид развивается, Международная Федерация признает этот вид спорта, потом на одних из Олимпийских играх презентуют этот вид, а дальше уже включают в программу, и люди со всего мира соревнуются. Керлинг будет? Керлинг в Мурманской области пока не развивается, хотя, учитывая ту динамику, с которой появляются новые виды спорта в Мурманской области, я не исключаю, что могут появиться и вот такие сподвижники, и люди, профессионально занимающиеся керлингом, и начнут развивать этот вид спорта. Во всяком случае, спортивные объекты у нас для этого есть, и здесь только надо лидеров этого вида спорта. А где и как будет проводиться церемония открытия Полярной Олимпиады? Праздник Севера, конечно, церемониал у них, как и не зря у нас, у Праздника Севера второе название – это Полярная Олимпиада. Все атрибуты, зажжение огня, поднятие флагов, эстафета – все это есть, но, конечно, мы, рассматривая площадку по открытию Праздника Севера, всегда решаем вопрос, где это – Долина Уюта, Центральная площадь в городе Мурманске. Ну, в этом году мы решили, что это будет Ледовый дворец спорта, но надо сказать, что это решение коллегиальное. Вообще, перед началом подготовки к Празднику Севера у нас создаётся Организационный комитет, куда входят представители органов исполнительной власти, общественные организации, представители партнёров, ну и многие-многие другие. И мы как раз утверждаем, это было в ноябре, количество видов спортов, вообще виды спорта, которые будут в рамках Праздника Севера. И в том числе и обсуждаем вопросы открытия или закрытия Праздника Севера, где и на какой площадке это будет проводиться. Вот коллегиальным решением было принято, что в этом году, это Ледовый дворец, попробуем не только улицу, да, но и вот закрытое помещение. Поэтому готовим большую интерактивную программу для всех зрителей. Сама церемония открытия начнётся 23-го в 17 часов, но за час, с 16 у нас начнётся работа интерактивных площадок для того, чтобы заполнить большой спортивный объект зрителями. Билеты будут продаваться? 1750 посадочных мест, комфортных для просмотра церемонии открытия. И мы приняли решение, опять же, мы, это, я говорю, организационный комитет, 50% билетов раздать общественным организациям, спортивным школам, обществам инвалидов, значит, предприятиям, которые ежегодно участвуют у нас во всероссийском конкурсе на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы на предприятии, партнёрам праздника, ну и многим-многим другим, которые являются почётным гостям. И 50% от всего объёма мы пустим в продажу через кассу Ледового дворца. Стоимость билета будет, ну, 120 рублей. Очень бюджетно. Да. Ну, хочу сказать, что все участники, которые будут приходить на церемонию открытия, они будут, значит, им будут розданы инвентарь болельщика, это вот такие вот палки-стучалки, вот, будут работать фотозоны абсолютно бесплатно, значит, фейс-арты, будет открыт музей спорта на втором этаже, то есть много интерактивных площадок, где может каждый житель, дожидая церемонии открытия, вот, ну, ознакомиться с историей, пофотографироваться, получить фотографии абсолютно бесплатно. Но и если говорить о самой церемонии, то она рассчитана, как правило, где-то 45-50 минут, а после церемонии открытия у нас будет хоккейный матч. Решили так по-спортивному в этом году церемонию открытия завершить. На хоккейный матч у нас будут приглашены гости из политехнического университета, команда «Черные медведи» Санкт-Петербург. Вот, ну, естественно, наши команды, мы предполагаем, сильнейшие, там, ледокол, сборная команда Мурманской области, поэтому здесь пока с федерацией мы решаем, когда эти будут предварительные игры, а после церемонии открытия будет финал вот двух команд сильнейших. Спасибо. И у нас есть уже вопросы. По тенденции городских праздников вся программа на уровне 80-х годов, никому неинтересны забеги, заплывы, палки, стучалки. Будет ли что-нибудь для более молодого поколения, для привлечения поколения 14-18 лет? Спасибо. Вот такой спорный вопрос. Я думаю, что вообще хоккейный матч, финал хоккейного матча, вообще надо сказать, что хоккей, который развивается вот динамично уже на протяжении двух-трех последних лет, говорит об интересе к таким матчам, и я уверена, что среди болельщиков есть молодые, безусловно, молодые, скажем, болельщики, молодое население, которым будет интересно. Еще один вопрос. Светлана Ивановна, сами участвуете ли вы в празднике Севера? Вообще, каким видом спорта предпочитаете заниматься? Вообще, я заканчивала Санкт-Петербургскую академию физической культуры и спорта, отделение лыжной гонки. Поскольку я являюсь все-таки организатором, то у меня нет времени заниматься и выступать в рамках праздника Севера, но тем не менее я регулярно хожу в спортивный зал, в фитнес-клуб, в леди-фитнес. И когда удается, помимо работы, потому что основная работа у нас как раз в субботу-воскресенье, когда мы организуем и проводим мероприятие, это надо награждать, либо открывать это мероприятие, я катаюсь на лыжах в долине уюта. В Мурманске так много проводится спортивных состязаний. Вообще, можно ли Мурманск назвать спортивной столицей Севера? Потому что Мурманск постоянно где-то звучит. У нас и гольфстрим, и праздник Севера, который называется Полярной Олимпиадой. И вот можно ли Мурманск назвать столицей северного спорта? Безусловно, Мурманск – это столица Заполярья. Здесь концентрация спортивной школы и вообще физкультурной общественности. Но я хочу сказать, что на территории Кольского Заполярья есть еще много городов, где на самом деле проводятся ежегодно статусные мероприятия, всероссийские чемпионаты, первенства России, международные соревнования. Это, конечно, Кировск, Полярные Зори, это Мончегорск. Поэтому концентрация, еще раз говорю, спортивной школы и физкультурных организаций – это в городе Мурманске. Поэтому город этот можно по праву назвать спортивной столицей Кольского Заполярья. А по сравнению с другими регионами, с северными регионами? Ну, по численности занимающихся, если говорить вообще о цифрах статистики, потому что это именно показатели, которые ярко отражают деятельность и развитие физической культуры и спорта в нашем регионе, и вообще в любом другом, это, конечно, государственная статистика. Вот она говорит о том, что у нас динамика такая положительная, хорошая, стабильная с 2012 года по численности занимающихся. И мы занимаем, вот если говорить по северо-западу, в прошлом году занимали второе место после Санкт-Петербурга. В этом году статистика Министерства спорта еще собирается со всех регионов и уже будет ранжироваться по субъекту и вообще по всей стране чуть позже, где-то конец апреля месяца. Поэтому точные цифры можем сказать уже вот ближе к концу апреля. Это больше зимние виды спорта или это и фитнес-залы? Нет. Просто количество занимающихся? Это просто количество занимающихся, причем это количество занимающихся не учитывает официальная статистика, вернее методика, она не учитывает самостоятельно занимающихся. То есть это люди, которых можно посчитать по абонементам, по журналам посещения. То есть это вот все, что можно подтвердить документами, скажем так. Поэтому люди занимаются, любят физическую культуру, появляются новые условия для этого, поэтому это может только радовать. Это замечательно, приятно чувствовать себя, что ты живешь в таком спортивном городе, в таком спортивном обществе, где, наверное, каждый второй занимается спортом. Вы сами занимаетесь? Конечно. Это говорит о том, что если человек занимается, он вокруг себя, наверное, создаёт такую орбиту, в которую как-то вовлекает людей тоже активно проводить выходные. И очень много, проводя каждый год всероссийские соревнования на территории у нас в Мурманской области, мы видим массовые мероприятия, те, которые не ставят целью, самый главный результат первенства, а именно массовость вовлечения в спорт. Радует, что приходят целыми семьями, да, дети иногда бывают в рюкзаках у пап за спиной, пока сидят, а на следующий год, глядишь, он уже своими ножками там бежит или идёт или катается уже на лыжах, поэтому это, конечно, приятно. Встретимся после рекламы, продолжим наше общение, будем разговаривать о марафоне праздника Севера и пустят ли меня на марафон или я уроню все показатели. Реклама Еще раз здравствуйте, Светлана Ивановна. Давайте теперь уже перейдём к празднику Севера, к марафону праздника Севера, к нашему, к визитной карточке праздника Севера. Сколько ожидается участников в самом марафоне? Марафон – это кульминация взрослого праздника Севера и три года назад мы расширили программу марафона. Теперь марафон проводится классическим и свободным стилем в субботу и воскресенье. Тем самым мы расширили и географию участников и для спортсменов приготовили вариативность участия в марафоне, потому что многие к нам обращались с просьбой именно вести классические дисциплины. Если говорить об участниках, то регистрация участников марафона начинается задолго. Вообще до начала календарного года у нас есть официальный сайт «Марафон 51», где с декабря месяца любой участник, желающий, может зарегистрироваться, зайти туда, оставить свои данные и таким образом попасть в лист потенциальных участников марафона. На сегодняшний день по двум дням у нас количество участников 1092, 12 стран, более 70 субъектов Российской Федерации. То есть почти вся страна приедет и все ближайшие соседи? Почти вся страна, и эта статистика практически ежегодная, за исключением 68, 69, 70, может быть больше. По странам динамика тоже есть. В прошлом году это был один стран, в этом году 12. Поэтому очень приятно, что люди узнают о марафоне и приезжают, и регистрируются, и таким образом вписывают в историю свои имена, потому что остаются в протоколах марафонов. И каждый следующий год мы ориентируемся на те цифры победителей, которые были в прошлом году, говорим, улучшился результат или нет. Мне очень приятно, что среди участников есть наши земляки. Алексей Петухов, он как раз в прошлом году победил этот марафон. Это была его такая детская мечта, стать участником марафона и стать участником, и победить на этом марафоне. Будет участником и Анна Багали, воспитанница нашей областной школы по зимним видам спорта. И надо сказать, что во второй день она пробежит дистанцию в полумарафон, вместе со своим первым тренером. Это такая вот хорошая, мне кажется, традиция и такая добрая акция, которая, я думаю, найдет своих болельщиков и будет продолжена долгие годы. Даже в одном ряду с такими спортсменами стоять уже почетно. А скажите, пожалуйста, могу ли, например, я как любитель, который катается на лыжах пару раз в год, подать заявку на марафон или меня не примут, потому что, ну, мои показатели, так скажем, обрушат всю статистику? Ну, вы знаете, это серьезная трасса, и, безусловно, к ней надо готовиться, и это не просто вот прогулка на лыжах, это несколько иное, там все-таки спортсмены бегут на время, на результат. Есть контрольное время прохождения круга, поэтому этой подготовке надо соответствовать. Конечно, вы как участник или потенциально желающий, вы можете зарегистрироваться на этом сайте, но надо просто, конечно, иметь соответствующее здоровье и допуск врача именно на эту длинную дистанцию, потому что все-таки это спорт, это не физическая культура, вот, поэтому здесь надо иметь соответствующую подготовку. Поэтому при желании надо к марафону готовиться, вот как только снег выпал, значит, сразу выходить на лыжах и готовиться. С какой скоростью бегут спортсмены марафон? Ну, скорость спортсмена зависит от состояния трассы и вообще от погодных условий во многом. Если жесткий наст, то это скорости, конечно, большие, если трасса чуть мягче, то и скорость, соответственно, будет ниже. Но вот если говорить о прошлом празднике Севера, Алексей Петухов, он прошел дистанцию вот за 2 часа 14 минут, там, 4 секунды. Это он 25 километров, 50 километров за 2 часа. 50, да. Показатели лучшего результата среди женщин, она, кстати, стала наша тоже землячка Белая Анна, воспитанница Мончегорской школы по лыжным гонкам, член сборной команды Мурманской области по лыжным гонкам. Вот, ее результаты чуть ниже, по-моему, 2,20, если я не ошибаюсь. То есть дистанция классическим ходом, она, конечно, чуть больше времени требует, и это где-то 2,5 часа, и среди женщин, по-моему, 2,50 было лучшее время. Поэтому вот на это время и ориентируются все остальные, кто участвует в марафоне. Далидович приедет? Далидович Сергей у нас уже почетный гражданин нашего марафона, да, и больше всего победитель, вернее, больше всего раз он побеждал в нашем марафоне, 9 раз. Скорее всего, не будет он участником и приедет, может быть, даже со своей дочкой, которая будет участницей марафона. Хотя, вот, не знаю, ну, как-то один год он приезжал и говорил о том, что все, Светлана Ивановна, уже не буду выступать, уже как бы надо уходить из большого спорта, буду тренировать. Следующий год он появился опять на трассе и опять бежал в эту трассу, поэтому ничего не исключаю, может быть, будем только... А может быть, два Далидовича? Да, может быть. Ну, рады всем Далидовичам. И вообще, Республика Беларусь у нас часто гости, и начинают сезон в Долине Уюта, приезжают они на Первый снег, и в городе Кировске проводят тренировочные сборы, вот, и, что очень почетно, являются постоянными участниками нашего мурманского марафона. Бывает ли такое, что мурманский марафон пропускают по причине того, что готовятся к каким-то другим соревнованиям, чтобы сохранить силы или, быть может, соревнования какого-то более высокого уровня? Вы знаете, я хочу сказать, что вообще по календарю лыжных гонок и, наверное, любых видов спорта, но тем более лыжный гонок, он очень плотный. Если взять историю марафона, вот 46 лет назад это был один из пяти марафонов в стране, в мире, куда стремились, опять же, любители лыжных гонок. Это не... марафон не был никогда соревнованием, где, там, допустим, отбираются на Олимпийские игры. Это был, как правило, конец сезона, и вообще Мурманск область всегда рассматривают как регион, где начинается раньше всех зимний сезон, и лыжники сюда стремятся на Первый снег и на тренировочные сборы и завершают здесь сезон. Вот, поэтому, как правило, это именитые всегда спортсмены, которые уже завершают сезон, и они приезжают вот с удовольствием участвовать, вот, посмотреть на последний снег, на солнце. Это всегда практически хорошая погода на марафоне, вот, поэтому вот история марафона такова. Но, конечно, в параллель с марафоном есть много чемпионатов страны, первой стороны, где результаты и вообще цели проведения мероприятий другие. Это формирование сборных команд, это отбор на какие-то более высокие международные соревнования. Хотя в рамках марафона мы несколько раз проводили чемпионаты России, но тогда календарь был совсем, знаете, такой очень малочисленный. Сейчас очень много соревнований, развивается спортивная инфраструктура во многих субъектах, и оставаться в топе пяти лучших марафонов страны, при том, что растет и количество этих марафонов в нашей стране, да, вот, буквально, говорю, три года или четыре года назад смотрела эту статистику, было там 86 марафонов, сейчас уже 172, и, мне кажется, это не предел по стране растет. Поэтому, конечно, любой участник выбирает наиболее подходящий к нему, к себе регион, то есть поближе, где меньше затратный механизм по приезду, размещению, но, тем не менее, у нас есть постоянно участники нашего марафона, которые приезжают из года в год, и мы очень дорожим этим вниманием, как организаторы. И у нас как раз вопрос, устанавливались ли мировые рекорды на праздники Севера? Мировые рекорды вряд ли, еще раз говорю, потому что здесь все-таки такой марафон, который определяет физическую выносливость спортсмена, вот, не ставились никогда задачи установки мировых рекордов, это все-таки Олимпийские игры, скорее всего, да, и какие-то международные соревнования, которые своей целью имеют как раз формирование сборных команд страны и выявление там сильнейших чемпионов мира. Следующий вопрос от наших слушателей и телезрителей. Как представитель спортивного сообщества нашей области, хотелось бы узнать ваше мнение, как вы относитесь к киберспорту, и спорт ли это по вашему мнению? Спасибо. Я совсем недавно была на курсах повышения квалификации в Олимпийском университете, и как раз нам приводили статистику видов спорта, которые наиболее популярны сейчас в этом мире, да, и киберспорт был как раз на первом месте. У нас, как у людей, которые имеют профессиональное образование в спорте и много лет проработавших, это были и директора школы, и специалисты центров спортивной подготовки, и там самые спортсмены. Конечно, киберспорт удивлял в понимании, это все-таки движение, это развитие физических качеств человека, вот, но тем не менее, современный мир диктует, что вот есть и вот такой вид спорта, тем более признанный, поэтому как-то так он должен быть, наверное, как и любой другой вид спорта, который раньше, может быть, и не был видом вообще. И также нам задают вопрос по поводу концертной программы на открытие праздника Севера, будут ли звезды местные или приезжие? Вы знаете, все, что касается церемонии открытия, у нас будут коллективы выступать местные все, вот, звезды не будет на празднике Севера, будем показывать как раз умения и навыки своих родных коллективов. И у нас еще есть немного времени, вы можете пригласить всех наших слушателей, всех наших зрителей на мероприятие праздника Севера. Дорогие радиослушатели, мы приглашаем от всей души вас на открытие праздника Севера, который состоится 23 числа в 17 часов в Ледом дворца спорта. Но кроме этого, я хочу вас всех пригласить на все мероприятия спортивные, потому что нам, конечно, надо много болельщиков, которые поддерживают спортсменов, наших спортсменов, гостей нашего города. И надо сказать, что гости города Героя Мурманска всегда отмечают такую теплую атмосферу и горячую поддержку болельщиков, которые выстраиваются, например, вдоль марафонской трассы и вдоль всего марафонского подъема. Это очень ценно и всегда это отмечают, поэтому рады будем пригласить. Всю информацию можно найти на сайте murmansport.ru, в том числе на сайтах, вернее, используя интернетные все аккаунты. У нас есть аккаунты спортивного комитета, поэтому любую информацию можно найти. В открытом доступе информация есть. Спасибо, Светлана Ивановна, что нашли время, пришли, стали гостями нашей студии. Я напоминаю, это была программа «Открытая студия» на радиостанции «Рекорд» и телеканале «Арктик ТВ». Это совместный проект, который можно было и смотреть, и слушать, и также можно пересмотреть. Сегодня у нас в гостях была председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова. И мы приглашали, и мы рассказывали о празднике Севера и приглашали всех к принимать в нем участие. Открытая студия Продолжение следует...